Всем магический привет! Сегодня я попыталась изобразить на себе макияж что-то в стиле Шарлотты Тилбери. Это очень вдохновляющий меня визажист. У нее есть своя линия косметики. Шарлотт Тилбери, ну, вы, наверное, все в курсе. Сегодня у нас с вами будет вот эта вот шикарная палетка Glowgasm от Шарлотты, нашумевшая уже. Это уже не такая уж и новинка. И более базовые уже привычные всем ее пудра, блески, Magic Foundation. И еще поговорим про новинки, которые скоро выйдут у Шарлотты. Вообще, я такая, знаете, фанатка Шарлотты. Мне очень нравится ее подача, очень нравится вообще ее стиль, очень нравится вот как она, оформление ее косметики, то есть как она вот это все приводносит. Вся такая, знаете, британская женственная леди. Очень красиво. Вот эта вся подача, вся эстетика Шарлотты очень мне близка. И мое любимое это Beautiful Before, Beautiful After. И Дарлингс в каждом посте в начале. Ну, просто не знаю, меня это покоряет. Настолько она вот как-то уважительно относится к женщинам и к женской красоте, не делает вот этих вот вау-макияжей. Я не говорю, что это плохо, но она просто вот этого не делает. Она своей косметикой, своими макияжами, она хочет сделать женщину более такой вот женственной, более там, не знаю, сексуальной, более гламурной. Ну, сами подбирайте слова. И мне это близко. Я давно хотела попробовать. И наконец-то, наконец-то ко мне пришли мои посылки. Правда, пока не пришли, уже у Шарлотты было много новых запусков. Но об этом поговорим в конце. Начну давайте сразу с тона. Это не новое тональное средство у Шарлотты. Достаточно давно уже у нее. Называется Magic Foundation Fondate Tint. Вообще, Шарлотта-любительница придумает какое-нибудь такое завуалированное название. Там что-нибудь Magic, Flawless, Air, там что-то там. Ну, в общем, да. Она такая выдумщица еще та. И если говорить конкретно об этом тоне, то мне он не очень зашел. Я тестировала его еще до отпуска, когда совсем у меня была светлая кожа. Чуть-чуть он мне сейчас светловат, потому что я упала совсем на белую кожу. Это у меня самый-самый светлый тон первый. Ну, то есть, как бы вот для белоснежек он отлично подходит. Но он матирующий и прям такой конкретно матирующий. Сейчас вот лето, и я не могу сказать, что прям у меня сухая кожа. Нет, сейчас на данный момент у меня кожа скорее нормальная. Если жарко, то она может, конечно, чуть-чуть жирниться вот в Т-зоне. Но мне этот тон вот как-то не зашел. Он, не скажу, что подчеркнул шелушение. Нет, но он как-то некрасиво забивается в поры. Если у вас расширенные поры. Вот тоже странно. Если это тон для тех, у кого жирная кожа, то, ну, понятно, что будут поры расширенные. И вот мне он как-то некрасиво забился в поры. Подчеркнул все, все недостатки. И как-то вот, не знаю. Он вроде бы неплох, шелушений нет, вроде бы не сушит. Но как-то вот лежит, вот, ну, знаете, есть такой эффект у тональников, когда ты видишь тональник на лице. Если этот тональник наносить кисточкой, то у него будет более легкое покрытие. И не так будут видны недостатки. Но тогда он не особо будет кроющим. То есть у него такое легкое среднее покрытие. И если вы хотите более плотно, чтобы вас перекрывало, то нужно наносить спонжем. В этом случае, да, он тогда будет более плотный. Но при этом, ну, не знаю, у меня вся текстура кожи подчеркнут. Недавно Шарлотта анонсировала выход нового тона с похожим названием Airbrush Flawless Finish Foundation. Ну, опять, много-много шикарных слов. Но здесь интересный тон, что там 44 подтона. 44. Это достаточно много. И там самый светлый прям, ну, совсем белый. Судя по тому, что вот я сейчас вижу в телефоне. Этот тон поступит в продажу в Америке, по-моему, в начале сентября. Я уже жду, хочу потестировать, вообще сравнить. Будет вообще какая-то разница или нет? Давайте сразу, если говорим про кожу, то я остановлюсь на этой пудре. Эта пудра уже просто бестселлер. Или, я не знаю, звезда многих инстаграмов. И, в частности, инстаграма Шарлотты тоже. Вообще, когда ко мне пришли продукты Шарлотты, ну, упаковка сразу, ну, настолько отличается. Даже от многих люксовых брендов. Настолько красиво, настолько вот она подбирает. Ну, понятно, то есть, вот это все подкупает. Рально некоторые говорят, ты уже покупаешь не сам продукт, а ты покупаешь его из-за упаковки. Потому что это действительно очень, ну, красивая вещь. Что касается самой пудры, то это такая, знаете, ядерная матирующая пудра. Ядерная, вот я не вру, она прибивает тон к лицу. Причем я наношу эту пудру в основном такой тонкой легкой кисточкой. Там никакой бейкинг. Я, честно говоря, даже боюсь ей делать, потому что она вообще так вот все стянет. Но если легкой кисточкой так вот наносить, то она убирает весь блеск, отлично матирует. Если у вас очень жирная кожа, то эта пудра просто идеальна. Ну, а так в остальном по действию пудра. Мне понравилась. Хорошая матирующая, как бы она полностью делает свое дело. Ну, и давайте теперь про звезду сегодняшнего видео. Это палетка для лица Glowgasm. Она у Шарлотты в двух тонах, как бы посветлее и потемнее. У меня вариант посветлее. Но, если честно, я, когда его получила и потом сравнила с макияжами тех, кто делала с вариантом потемнее, то мне вот как-то кажется, что мне даже было бы интереснее сейчас попробовать вариант потемнее. Я видела, что с этой палеткой Шарлотта часто делает макияжи глаз. Особенно она любит использовать вот этот вот цвет на глазах. И я как раз сегодня, вот он у меня здесь на подвижном веке. Просто тени Шарлотты я пока еще не покупала. Поэтому у меня вот здесь вот матовую в складку я добавила из палеточки Винки Люкс. Это новая моя любовь. Я расскажу про эту палетку чуть-чуть попозже в одном из следующих видео. Но вот мне сегодня отлично подошел вот этот вот цвет вот сюда в складку. Я его использовала. и к нему очень прям вот как будто они друг для друга созданы были. Вот этот вот. Просто наверх. Все, больше я ничего не наносила. Чуть-чуть подтянила уголок тоже из палетки Винки Люкс. Но там практически здесь не видно. Так вот на веке он смотрится действительно красиво. Особенно если к нему подобрать вот этот вот красивый матовый. И прям вот они вместе. Не знаю, мне нравится. Несмотря на то, что это теплый цвет. А я что-то, ну как-то всегда считала, что теплые макияжи мне не идут. Но вот этот мне нравится. Ну и тут, конечно, играет роль карандаш. Но это я тоже подсмотрела в инстаграме Шарлотты. Она часто любит так делать. Вот эти вот стрелки. Как бы небрежные, растушеванные. Я это делала просто карандашом от Люкс Визаж коричневым номер 15. Мне очень нравится этот карандаш, потому что он очень мягенький. Очень легко растушевывается. И очень классно его вот здесь вот под глазами растушевать кисточкой. Прям рекомендую. Ой, и бюджетно. Вообще, конечно, у этой палетки самая красота в хайлайтерах. Потому что вот этот вот бронзер, который здесь что-то вот как-то он, ну так себе, во-первых, он рыжеватый для меня. И во-вторых, он такой прям плотно спрессованный. Не знаю, мне он напоминает какой-то кусок пластилина, который туда вот так вот напихали в этот рефил. И у него даже краешки так вот отходят. Как вот когда, знаете, пластилин так усыхает. И на ощупь тоже он похож на пластилин. Или на тесто. Ну, не знаю. Ну, такое затвердевшее тесто. Поэтому бронзера нет. А вот хайлайтеры... Это просто любовь. Серьезно. С этими хайлайтерами можно придумывать разные макияжи. В том плане, вы можете нанести их много. Можете нанести их меньше. Можете миксовать вот эти три цвета. Если вы хотите более такое натуральное свечение, берете вот этот вот персиковый. Если поярче, то можно смешать все три. И потом еще наверх нанести вот этот самый светлый. Он прям такой вот акцентик дает. Вот здесь вот вообще сама Шарлотта это говорила, что это как бы румяна. Но нет. Вот это вот я бы не назвала румянами. Как по мне, это просто дуахромный хайлайтер. Он такой из розового в золотой переливается. Я помню, попыталась его нанести сразу, когда получила эту палетку, ну, как румяна. Но нет. Вы просто будете блестеть, но румяна у вас не будет, то есть румянца. Поэтому я как делаю, я сейчас просто наношу румяна, обычные свои, да, которые подходят под макияж. И потом вот из этого рефила наверх. Тогда оно как бы подсвечивает ваши румяна. И такое получается, как будто румяна со свечением, ну и вообще лицо со свечением. Если вы любите вот этот эффект, как бы такой вот подсвеченной кожи, то эта палетка очень классно работает. Мне очень нравится, что здесь нет вот этих вот крупных блесток, как в многих хайлайтерах, как, знаете, чтобы было видно, что на тебе вот эти куски. Нет, здесь этого нет. И это вот прям очень классно. И сама упаковка, конечно, очень красивая. Она вот такая тяжеленькая, реально конкретно тяжеленькая. Ну, в стиле Шарлотты. Там все гламурненько, все светится, все блестит, все сияет. Единственный минус этой палетки, это то, что она стоит таких денег. 75 долларов за три хайлайтера и неработающий бронзер. Но тут, конечно, да. И это 75 долларов в американском магазине. Мне, например, чтобы купить эту палетку, еще нужно было заплатить за доставку. Если вы, конечно, фанат Шарлотты, как я, то эта палетка вам нужна однозначно. Но если вы просто ищите какую-нибудь себе палеточку с хайлайтерами, чтобы на каждый день и там не заморачиваться, то, ну, я бы не советовала, потому что, как бы, за 75 долларов можно купить, не знаю, 50 обычных хайлайтеров. Ну, не знаю, не 50, а 10. Давайте в конце еще пару слов про вот этот блеск скажу. Кто меня смотрит, наверное, заметил, что я не сильный фанат помад, именно вот помад. Мне кажется, что у меня такой нечеткий контур губы, мне так сложно и часто просто лень вырисовывать его ровно, что я обожаю всякие разные блески или там жидкие помады, но только не матовые, а такие более с натуральным финишем. Поэтому я пока помад, прям конкретно помад Шарлотта не брала на тест, но у нее сейчас вышла новая помада в этих вот сменных, красивенных просто кейсах. И да, вот ту помаду я бы, конечно, хотела попробовать. Что касается блеска, то он хороший, стойкий, очень красивый цвет, вот прям вот цвет моих губ. Это мой вариант, скажем так, на каждый день. У меня, правда, таких блесков хватает. Но если вот у вас нет в коллекции такого цвета, это у меня оттенок Sweet Stiletto. Он очень приятный на губах, такой увлажняющий, не липкий почти, что, ну так, чуть-чуть, самую малость. У меня, кстати, есть очень похожий блеск от нашего белорусского какого-то бренда, но не знаю, далеко лежит, я не пойду. Вот прям оттенок один в один, но там меня прям раздражает липкость. У этого блеска нет этой проблемы, я спокойно говорю, у меня ничего не липнет. Кстати, кто следит за бьюти-новостями, наверное, видели эту новость, когда один известный визажист Хиндаш был на презентации нового тонельного крема от Шарлотты, и так, как будто бы не взначай, показал коллекцию Шарлотт Тилбери на Рождество, которое еще выйдет. То есть, сейчас июль, а на презентации уже лежала рождественская. Конечно, там все просто сияло, просто сверкало, и очень многие писали, что как это так, почему я должен дождать до Рождества, я хочу сейчас, дайте мне сейчас эту коллекцию, там, ааа, а другие, наоборот, писали, типа, ааа, до Рождества мне это уже не нужно будет, типа, в общем, я не знаю, то ли это был такой вброс, то ли это так по своему незнанию Хиндер что-то сделал, но, как бы, вот, чего они хотели добиться, такой резонансик случился. На самом деле, то, что я увидела в Инстаграме, как бы, так симпатичненько, я бы вот тоже уже хотела. Надеюсь, что это действительно не фейк, а это действительно рождественская коллекция, может быть, там они еще что-то подшаманят, но будем ждать. Вообще, в бьюти мире постоянно происходит столько событий, столько каких-то подковерных игр, кто кого переиграет, кто там круче палетку, кто быстрее, в общем, не знаю, так интересно за этим наблюдать. Вот напишите в комментариях, мне вот интересно, вы следите за событиями, вообще за бьюти новостями, вам интересно это? Так как я постоянно слежу, и мне интересно, я вот думаю, может быть, мне начать снимать видео именно про бьюти новости, обсуждение каких-то новинок, было бы или вам интересно смотреть такие видео, обязательно напишите мне. А на сегодня это все, я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца, обязательно жду вас в следующих видео, ставьте лайки, заходите в гости, и все на сегодня, пока-пока!